Друзья, всем привет! Мы сегодня с вами в Балаклаве, в гостях в военно-историческом музее фортификационных сооружений. Юрий Семенович, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваши дела? Расскажите, я вот год назад был у вас в гостях, мы были с Александром тогда, встречались, познакомились. Он вам помогал заделывать все эти протечки, трещины. Как дела сегодня? Значит, музей работает планово, мы активно работаем. У нас каждый день мы принимаем практически по две тысячи человек. На сегодняшний день, несмотря на пандемию, что ограничивает у нас составление групп до 20 человек, мы приняли уже более 90 тысяч человек. Поэтому люди приходят, книга отзывов пестрит положительными отзывами. Хотя мы сразу, я еще раз приношу извинения всем нашим посетителям, что к 12-13 часам билеты в музей заканчиваются. Мы их никуда не деваем, ни налево, ни направо не продаем. Но, к сожалению, такой поток людей, турфирмы, плюс отказы люди, и билеты вот так быстро заканчиваются. Единственное, выручает наши катера, которые осуществляют экскурсионную деятельность по каналу, они как-то немножко разряжают обстановку. Но все связано только с одним. Если у нас в прошлом году мы группы составляли вплоть до 100 человек, то сегодня 20-25 человек, конечно, они не решают вопрос. То есть ограничения действуют? Да, мы можем принять фактически 400 с лишним человек по группам. А при этом сейчас, получается, сентябрь месяц, и людей тьма. Да, мы вчера сделали вывод, что лето опять началось. Второе лето. Второе лето началось. Людей очень много. Ну, мы знаем о том, что вот сейчас все эти бонусные турпоездки и так далее. Видно, поток людей увеличился. Но мы рады, мы рады работать, мы хотим работать. Мы много делаем для того, чтобы людям было приятно посетить наш музей. И отклики мы находим, что у нас люди не разового даже посещения, а многие по несколько раз уже были. И люди записывают о том, что есть новое, есть изменения и в лучшую сторону. Вот здесь сразу чувствуется прохлада. Ну вот мы с вами сейчас зашли в арсенал, в ядерный арсенал. Это то место, где хранился ядерный боезапас. И то место, где его готовили для подачи на подводные лодки и корабли нашего черного бюджета. Да, мы в том году здесь были, да? Да, мы здесь с вами были. Вот мы с вами видим, что, к сожалению, протечки, они по-прежнему существуют. Мы это дело все планируем. Планируем их прекратить. Но, к сожалению, без капитального ремонта, без приложения определенных денежных средств и проведения масштабных работ это невозможно. Своими силами. Поэтому мы оградили, так сказать, зону доступа людей. Сюда не вводим экскурсии. А места для посещения людей, конечно, безопасны. А вообще на музей что-то выделяется государственное? Да, музей выделяется, да. Я получаю в год 300 тысяч рублей. И это за счет средств, которые выделяются на культурно-досуговую работу. Я на эти средства могу сделать макет вот такой ядерной боеголовки. А это федеральные деньги или местные? Это деньги Министерства обороны. Но потратить эти деньги на краску, на гвозди, на какую-то другую работу я не имею права. То есть многие говорят, а вот почему я говорю, потому что есть статьи расхода, которые четко регламентируются. И если я потрачу, значит это будет не целевое использование и меня за это накажут. Закон есть закон. Закон есть закон. Поэтому я работаю строго по тем параметрам, которые заложены в руководящих документах. Я сразу зрителям хочу пояснить, сегодня никого нет из посетителей, потому что сегодня выходной. Да, у нас сегодня санитарный день. Мы делаем приборку. Вы видите, у нас чистота, порядок. И мы стремимся к тому, чтобы наш музей был привлекателен и удобен для посещения. Ну вот мы с вами сейчас зайдем... Пожалуйста. Я здесь не был. Да, этот зал мы специально сделали к 70-летию Победы Великой Отечественной войны. Посвящен действиям моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны. Вот обратите внимание на карту «Бессмертный экипаж Победы». Это фотоколлаж, где запечатлены более 3,5 тысяч фотографий моряков-подводников в период Великой Отечественной войны. Это кратопливый труд сотрудников Кузьи. Мы сами делали, сами делали, составляли. И уже с помощью соответствующей фирмы выполнили уже окончательно эту работу. Традиционно сколько? 3,5 тысяч фотографий подводников Великой Отечественной войны. Это украинские, да? Да, это черноморцы, ну и есть тут северяне, балтийцы. Но в основном это подводники черноморцы. Вот эти бюсты, они тоже выставлены впервые. Бюсты героев-подводников Великой Отечественной войны, их четыре. К сожалению, когда части расформировались, эти бюсты уже были готовы на свалку уйти. То есть у кого-то рука поднялась на это, да? К сожалению, когда часть закрывается, когда все вывозится... Это в 90-х годах было? Нет, это было не в 90-х годах, это было 2 года назад. Но, тем не менее, друзья позвонили, знают, что мы в музее как раз исследуем деятельность подводников черноморцев в годы Великой Отечественной войны. Мы их забрали, они были в ужасающем состоянии. Спасибо Мусиенко Николаю Ивановичу, это директор Панорамы. Он выделил реставратора, потому что у нас денег нет. И вот он полностью в течение двух месяцев, 9 мая, сделал практически заново эти бюсты. То есть мир, небес, добрых людей. Да, да, конечно. Вот так нам все помогают понемножку, потихоньку. И мы создаем свой музей. Потому что, ну, как я уже сказал, на 300 тысяч рублей особо не разгонишься. Особо что-то серьезное, связанное с интерактивными досками, с какими-то компьютерными вещами, крайне сложно. Но, тем не менее, тем не менее, мы вот к 9 мая, к дню 70-летию Победы, мы полностью обновили, сделали такую прекрасную экспозицию. То есть он теперь действующий экспозицию? Конечно, действует. Каждый день сюда приходит. Командующий флотом открывал с руководством города этот зал. Командующий флотом уже утвердил еще четыре, тоже 300 тысяч надо, чтобы сделать вот эти еще недостающие четыре бюста с подставками. В ближайшее время мы это сделаем. Был уже здесь у нас скульптор, который получил задание соответствующее. Вопрос, только осталось денег с тем, чтобы финансировали. С тем, чтобы, я думаю, что к концу этого года мы эту тему закруглим с помощью командования флота. А вот это вот интересное такое, что это? Это как-то театр военных действий 1941-1944 год, где показаны действия нашего Черноморского флота в разные периоды. Ну, то есть, когда в Севастополе главная база Черноморского флота был и действовал, значит, в Великую Отечественную войну. Естественно, наши корабли, подводные лодки, авиация, Босфор, зона, куда заходили немецкие корабли и их сателлитов, значит, и здесь показаны вот места сражения, гибели, как немецких кораблей, ну, к сожалению, и наших. Ну, и когда потом Крым, Севастополь был сдан, и наш флот ушел, Новороссийск, Гильджик, Туапсе и так далее, вот, Коти, то, естественно, плечо переходов к неприятельским берегам, он увеличился, эффективность понизилась немного. То есть, мы это все дело рассказываем, то есть, просто так ничего в жизни не бывает. Вот, и люди начинают понимать, почему действия были в эти годы так, а в эти годы вот так, вот, и где сосредоточились силы и средства Черноморского флота по отражению неприятелей, в каких операциях участвовал Черноморский флот, обеспечивая и Приморскую армию, значит, и, соответственно, сам выполняя те или иные боевые действия на море. Это у нас список, пойменный список моряков-подводников, которые, к сожалению, навечно остались в глубинах Черного моря. 26 экипажей подводных лодок не вернулось в боевых заданиях. Мы 22 числа здесь вместе с командующим флотом, городскими властями отдали почесть и дань этим людям погибшим. Ну, и наши, когда посетители, конечно, все здесь склоняют голову с тем, чтобы отдать... Дань памяти. Дань памяти, да. А тем, кто погиб. Ну, вот я сразу хочу сказать, вот вы обратите внимание на потолок этого здания. Он из шифера. Он из шифера. А сверху там что, скала? Да, это скала. Ну, там бетон, соответственно, а заделано все шифером. И здесь все помещение сделано шифером. Значит, я почему об этом говорю, потому что недавно был неожиданно для нас, неожиданно для нас, пришел депутатский запрос на имя генерального прокурора, значит, с тем, чтобы в нашем музее, в нашем музее не работают российские законы. Что мы тут как-то вот беспредельничаем и губим людей и так далее и тому подобное. Ну, и одна из ссылок на то, что здесь в ядерном арсенале радиация, значит, и шифер, консерогенные вещества, от которых тут можно заболеть раком и так далее и так далее. Значит, ну, конечно, депутат Госдумы принял это дело все за первоисточник, не проверив, не был здесь, чтобы, или хотя бы позвонив, или хотя бы написав, дайте объяснение, он сразу отправил все это в прокуратуру. Ну, мы не в обиде, ради Бога. Ради Бога. Это не мы строили, это строила советская власть еще в 60-е годы. Я и каждый, кто жил в то время, знает, что просто так там ничего не делалось. Там тоже не были люди, которые... Не дураки. Не дураки были и были подготовлены. Я специально пригласил сюда специалистов, которые сделали изомеры радиации и химического состава. Я пригласил сюда ветеранов, которые здесь были, значит, и главный инженер, который сейчас возглавляет совет ветеранов этого арсенала. Так вот, этот шифер специально обрабатывался специальными растворами. Когда его только здесь вставили, его трехслойной масляной краской покрасили, а за период, пока он существовал, до 90-х годов, он говорит, тут его так закрасили, что тут не то же там какой-то шифер, шифера эти там канцерогены, он говорит, вообще ничего нет. Ну и самое главное, замеры показали, что здесь ничего нет. Я больше скажу того, что вот как бы депутату, чтобы он знал, здесь был Медведев Дмитрий Анатольевич, который возглавлял правительство нашей страны. У нас служба протокола тоже все проверили. Конечно. ФСО приехало с собаками, с дозиметрами, с газоанализаторами, все это проверили, акты составили и так далее. И не только он здесь был, Патрушев был и так далее, и так далее. То есть были такие солидные люди, охраняемые, протокол, который обеспечивает пройти и посмотреть, чтобы все было нормально. Ну и плюс ко всему, мы не настолько безответственные люди, чтобы заводить сюда в прошлые годы 250 тысяч человек, проходящих через музей, чтобы мы их подвергали опасности. Плюс ко всему, мы сами здесь ходим. Мы сами здесь, мы здесь работаем, вот здесь мы проводим совещания, тут у нас подведение итогов проводится и так далее. И неужели я безумный человек, который сам дышал этим воздухом и находился своими сотрудниками, всем, чтобы завтра пойти куда-то в клинику лечиться. То, наверное, вам свинью захотели подложить. Ну, тут вопрос, знаете как, дело действительно в свинье, но люди, которые со свинским отношением к делу, со свинским отношением к делу, к сожалению, к сожалению, на это идут. Суть вопроса, она очень простая, что надо как-то навредить музею. Как это навредить? Для этого надо создать какую-то критическую массу, которая создала такую шумиху, такую, как они и сделали. Публиковали, растиражировали все это в средства массовой информации. Понятно, что депутат Государственной Думы, прочитав там, как он пишет, источник, который ему это все дело выдал, конечно, напугающе, что нету тут средств, воды нет, туалетов нет, нет системы пожаротушения и так далее. Да, действительно их нет. Да, действительно их нет. И это докладывал всем и вся на всем уровне. Но нет ни того, что... Откуда им появиться вопрос. Да, что мы его взяли, там, убрали, там, украли, там и так далее. И оно есть, но оно не испорчено, мы не можем ее сделать. Просто ее в природе не было. С 90-х годов ее уничтожили, когда грабили. Это при Украине грабили, это заведение, объект этот грабили. Но при Украине никто ничего не создавал. То есть оно работало и всех это устраивало. А сейчас пока не появилось. Почему-то нельзя пользуясь этим объектом. И надо этот объект закрыть. Но это не моя личная лавка. Ради бога, пускай закроют. Но вопрос заключается в том, что есть здравый смысл, который, в общем-то, все объясняет. А здравый смысл заключается в том, что руководство флота, руководство Южного военного округа, Министерство обороны, соответственно, мы сделали соответствующие доклады, мы сделали соответствующие тактико-специальные задания по капитальному ремонту этого объекта. И, соответственно, там все прописано до мелочи. В том числе и системы пожаротушения, и газоотведения, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что необходимо сегодня. Это все отправлено и находится в департаменте строительства Министерства обороны. Мало того, более того, я скажу, что министр обороны принял решение о том, чтобы этот объект выделить из департамента имущественных отношений в целом и отдать управление специальных проектов. Почему специальных проектов? Потому что специальные проекты имеют возможность привлечь сюда инвесторов, деньги с тем, чтобы быстрее развиваться. Но это не делается одним днем, секундно, вот так, раз и все, и жизнь пошла в другую сторону. Министр обороны, зная то состояние, которое есть на сегодняшний день, он принял решение о том, чтобы на базе нашего музея сделать центр целой военно-патриотической работы. Нам будет отдаваться 30-я батарея, которая на северной стороне, в районе Любимовки находится. Нам будет отдаваться музей строителей, который непосредственно строил эти фортификационные сооружения. И это вот будет вместе с Михайловской батареей, это будет целый центр. И сюда привлекаться будут серьезные деньги, инвесторы будут привлекаться с тем, чтобы этот центр создать и усилить эту работу здесь, в Крыму, на Черноморском флоте, ну и в Севастополе соответственно. И мы готовимся к этому, мы разработали концепцию соответственно, где там тоже все изложено, вот эти все наши болевые точки и места, которые, ну, к сожалению, их надо решать, но не так быстро. Ну вот это вот у нас выставка посвящена Хиросиме Нагасаки, это той болевой точке нашей цивилизации, когда американцы применили ядерное оружие против мирных... Они, кстати, вот тут недавно тоже подлетали к Крыму, к Б-52. Да, да, частые облеты, частые облеты, вот это уже стало, так скажем, традицией натовских самолетов, облетать границы Крыма и проверять на прочность Черноморский флот, но это все, все это такое безуспешное с их стороны действие, потому что и Черноморский флот, и Южный военный округ... Ко всему готово. Конечно, он находится, и потом те средства и силы, которые имеются на вооружении, они вполне могут нанести соответствующий удар по неприятелю, если на то понадобится, и мы в этом уверены. Ну вот, одна из тем, которые подняты депутатам и так далее, что здесь все заполонилось грибком, плесенью, ну, во-первых, это не грибок, не плесень, это пыль. Пыль, да. Это просто пыль. Это надо мыть, конечно, отмывать и так далее. Ну, как на любом доме на фасаде. Да, на любом доме, потому что проходит большое количество людей, и, конечно, это уже вековая такая пыль. Но у меня на штате сегодня всего три уборщицы, три женщины на 19 тысяч квадратных метров. Ну да. Сделать какую-то, так сказать, вот помывку эту, ну, не в состоянии. Здесь надо привлекать и соответствующую технику и так далее. Плюс ко всему, да, действительно, у нас в музее нет воды. Ну, нет воды. Так вот сложилось, что все трубы поворовали, вырезали, водоснабжение сюда не подключено, нет никакого водоснабжения, канализации тоже нет. То, что было в советское время, в заводской части, оно все, слив был в бухту. Естественно, сегодня, даже если бы отремонтировать то, что было, то пользоваться этим нельзя. То есть это надо заново делать полную, ну, как на флоте говорят, фановую систему подачи воды и канализации, водоотведения. Ну, к сожалению, пока этот вопрос тоже будет решаться уже в ходе непосредственно капитального ремонта. У нас здесь, когда начались, после этого письма, соответственно, проверки. Прокуратура привлекла сюда специалистов СЭС, специалистов МЧС, специалистов горнопроходчиков, специалистов, значит, кадровой работы там и так далее. То есть очень большая, солидная компания людей, специалистов, которые полностью все начали проверять. Ну, я вам скажу, что все вот эти подтасовка, вот этих всех данных для, как там написано, источник. Ну, для шумихи для этого. Для шумихи, да. Это все подтасовка, подтасовка с тем, чтобы вот так, для грязи что-нибудь прилипнет, понимаете? Часть не ведают, часть просто лживые, часть просто домыслы, домыслы наглые, потом домыслы, вот. Которые, в общем-то, нормальным людям, вот, когда открывают документы, читают, смотрят, и в истинное положение входят, ну, а что, что? Да, факты были, но их так извращают. Ну, к примеру, мы подойдем там, есть козырек у нас. Козырек есть, да, действительно. Вот пишут, на козырьке погибло два человека. Вот там типа того, что директор замылил, это все затирают. Как я затираю? Козырек есть. Козырек, на который днем забрался пьяный молодой человек, внизу стоят его, значит, с горы зашел, которая не охраняется никем, внизу стоят его приятели. И этот 25-летний безумный человек решил с этого козырька через мост прыгнуть в воду, показать, какой он герой. Ну, не получилось, не долетел, головой ударился об мост, мозги разлетелись на всех присутствующих. То есть на вас-то предъявляет вам это, да? Ну, а пишут, что директор типа того, что вот второй случай был ночью, один из бывших заключенных, освободившийся, грузный человек, пьяный, шатался, упал там рядом с каналом. Ну-то, ну, ну, да. Ночью, что человеку после 24 часов влазить в потемках? То есть это не на экскурсии, это не на совершенно... Ну, а что, это вот там на выходе, вот, ну, рядом с нами. Ну, давай припишем, что директор, ну, было, да, была прокуратура, была Клавская, следственные органы, ну, пришли, увидели. Вот, со мной даже никто и не беседовал. Если по первому случаю прокурор со мной беседовал там, как, что, я говорю, ну, так, а, говорит, может, бирку написать, что на козырек не залазит? Я говорю, а мы пишем бирке, чтобы на крышу не залазить и не прыгать с крыши домов многоэтажных? Ну, что это, какая-то глупость. Как я буду, люди, что сказать, сумасшедшие тут администрации музея. Ну, то есть вот такие факты, и они как-то извращаются все. Вот, ну, естественно, там человек, который в Москве сидит, считает, что что ж там такое происходит, значит, с крыши падают, с козырька падают, люди разбиваются, и мер никто не принимает никакие. Ну, вот мы с вами когда снимали, вот вы показывали вот эти все потеки, да, это же потеки в клей, клей, и химикаты, и дырки пробитые, это то, что вода протекала. Когда здесь вот Александр Юрьевич приехал и за свои средства, за свои средства вот это сделал, а они выдернули вот этот снимок и показывают, что вот она, грибок, плесень, вот тут вот это все. Это заделанное уже получается? Конечно, это заделанное. Швы? Да, да, это швы заделанные, швы, где были просто... Ну, по крайней мере, у вас вот уже здесь сухо, где сухо, конечно. Так мы же и боремся с тем, чтобы этого не было. А нас в тот раз этот был, здесь ручьи текли. Конечно, ручьи текли, совершенно верно. Сейчас вот ничего нет. Здесь вот потоки салатиты были, это мы все заделали. Вот это мы все заделали. То есть вы стараетесь привести все в Божеский вид, а на вас... Притом, слава Богу, добрый человек, который вот был здесь в музее, посмотрел, увидел, увидел, и, соответственно... Ну да, здесь тоже ничего не капает. Да, вот он, ничего не капает. Вот они ночью сверлили, сверлили ночью, химию заливали сюда с тем, чтобы прекратить эти протечки. Потому что средств, возможностей у нас нет, у нас нет. Соответственно, люди пришли на помощь, и они вот это все сделали. И мы с ним разработали в дальнейшем. Сейчас там, опять же, с этой пандемией у него есть определенные сложности и трудности с перемещением. Но, тем не менее, мы это все сделаем. Потихоньку не... А если мы сейчас начнутся проработка капитального ремонта и строительства, естественно, мы к нему то же самое обратим. Но это уже все по-серьезному. Конечно, уже по-серьезному, чтобы заключить договор. И все это дело заделать, чтобы тут не было вообще никаких... Плюс ко всему, конечно, надо решать вопрос с вентиляцией, кондиционированием и так далее. Мы, как могли, сделали вот эти переборки. Они не случайны, потому что здесь... Двери пластиковые, да? Да, пластиковые двери. С тем, чтобы с канала теплого воздуха сюда не заходил. Потому что здесь, опять же, будет в кондиционер. Вот, на дверях видно, насколько перепад температур. Ну, это в Крыму понятно. Это днё-день, ночь. И никуда от этого... Сейчас я вам покажу. Никуда от этого не денется. Да. А здесь, естественно, если есть конденсат, если есть конденсат, вот такой уклад. Сейчас, чтобы поближе, чтобы было понятно, о чем речь. Вот. Если есть конденсат, конденсат, соответственно, возможно, и плесень, и грибов, и так далее. Для этого мы периодически включаем вот эту вот... Вентиляцию. Вентиляция тепловая включается с тем, чтобы как-то осуществить воздухооборот и немножко снизить это все дело. Но это все, конечно, полумено. Вот вы чувствуете, как мы зашли с вами. Вот здесь вообще... Да. Вот мы сразу другая атмосфера, другая фигура. Это как после кондиционера выходишь на улицу. Да, да, совершенно верно. Такая же разница. И вот мы, соответственно, соответственно, мы здесь и для людей, чтобы удобнее было перемещаться по нашему объекту. Так, получается, вас проверили в итоге и сказали, что... Сейчас проверка завершается, проверка завершается. Несомненно, несомненно, есть определенные и недочеты в нашей работе, и замечания есть, которые мы... Конечно, недостаточно указателей по эвакуации людей. Есть определенные там поправки, которые на... Ну вот у нас, видите, проход запрещен, опасная зона, бирки. Но они все денег стоят, понимаете? А если еще делать свето-накопительные, свето-накопительные, свето-накопительные сюда поставили. Здесь у нас есть, мы такие сделали в свое время. Но там в служебном помещении, где у нас ночью остается только один сторож, да, там надо сделать. Ну вот мы посчитали, 6 тысяч рублей надо. Четыре штучки сделать, 6 тысяч рублей. Где мне взять эти 6 тысяч рублей? Денег у меня нет, ничего не выделяется на это. Ну, мы написали письма, соответствующие инстанции. Ну, получается, мне кажется, по закону, даже если вы возьмете свои, сделаете, вас еще могут обвинить, что вы... Конечно, я не имею... Все деньги, которые я зарабатываю, на сегодняшний день, это 21 миллион рублей. В год? Музей заработал, сейчас, на сегодняшний день. А, вообще все. Вот мы заработали на сегодня 21 миллион рублей. Все деньги уходят в казначейство, минуя Черноморский флот, Министерство обороны, прямо... А, то есть они у вас никак не остаются? Никак не остаются. Вот так, раз и ушли, раз и ушли. А вам выделяют на зарплату и все? Да, да, мы казенное предприятие, нам... Чего-то плывет. Рыба, рыба. Рыба плывет? А ну-ка. Здесь рыба, здесь чистая, хорошая вода. Прям по поверхности. Здесь, да, можно, большие рыбы плавают. Наверное, не видно будет. Да, лабанчики. Прям тут не видно, к сожалению. Да. Красота. Ух ты. Плечи, да. Сантиметров 40 такая. Да, тут большие заходят, дельфины загоняют иногда целые косички. Ну-ка, сейчас я попробую подсветить. А, не видно. Жалко. Ну да. Большой. Вот. Ну и что с этим совсем делать в итоге? Значит, совсем... Ждать правду, пока восторжествует? Правду мы ждать, как говорится, у моря погоды мы не привыкли. Мы работаем и занимаемся своей деятельностью. А в первую очередь, конечно, мы просим наши довольствующие органы, чтобы нам оказали помощь в решении этих стоящих задач. Но, в принципе, делаем все своими руками. Коллектив у нас дружный, коллектив у нас мобильный, который хочет, чтобы музей развивался и нормально существовал. Ну, вот, потому что депутат поставил вопрос перед прокуратурой закрыть. Закрыть. Ну, закрыть для чего? Для чего закрыть? Закрыть, чтобы просто не работал? Или закрыть для того, чтобы сделали? Может, просто хотят потихоньку стереть все эти памяти о том, что было? Ну, процессы же идут. Понимаете, конечно, может быть и это, может быть и это, там какие-то мысли есть, не знаю. Но вопрос-то в чем, что если бы, знаете, вот была борьба тогда с пожаротушением после хромы лошади, после вот этого центра, который горел. Ну, тогда выделили средства, тогда закрыли все эти центры, да, культурно-торговые центры. И было за что сделать? И люди сделали, понимаете? А здесь кто сделает? За что сделать? Просто закрыть и дальше он будет просто стоять, молча разрушаться или как? Ну, то есть получается, что нужно искать какое-то решение, а не ставить палки в колеса. Конечно, конечно. А решение оно есть. Я вам докладывал с самого начала, что решение оно есть. Министр обороны, все документы, которые есть на проведение капитального ремонта и так далее, они все находятся, сейчас обсчитываются, вот, они все сейчас анализируются с тем, чтобы выделили средства и найти соответствующие источники и те, кто будет непосредственно заниматься этим вопросом и решить вопрос. Вот посмотрите, это просто про действие. Вот видите, это мы организовали боевой пост. Боевой пост... Может, поближе подойдем? Да, далеко. Боевой пост 36. Это боевой пост погружения и всплытия подводной лодки. Казалось бы, где это все, как это можно сделать своими руками вот здесь вот в музее, да? В учебном отряде, который тоже, ну, перестал существовать, вот, мы этот боевой пост демонтировали. Вот боевой пост, где матрос, в данном случае старший мичман, сидит на горизонтальных, вертикальных рулях, вот так на подводной лодке. Он может управлять подводной лодкой на... выравнивается дифферент подводной лодки на всплытие, погружение подводной лодки, крен и дифферент, понимаете? Вот, понимаете, и это мы сделали своими руками. Казалось бы, не затратив ни одной копейки, понимаете? Не затратив ни одной, не попрося у государства ни одной копейки. Вот, сами одели, сами манекен достали, сделали. И, ну, это сделали наши люди, подчиненные, которые хотят сделать. Не хотят закрыть музей, а хотят сделать, чтобы простой гражданский человек пришел, увидел. Ну, как это есть, да. Да, ему было приятно это дело все посмотреть. Да, интересно. В тот раз его же не было, по-моему. Не было. Вот я смотрю новую. Это мы сделали, это мы сделали. Здорово. Ну, давайте пройдем. Получается, развить музей еще есть куда? А нет, конечно, вот это заводская часть. Заводская часть, где будет открыта экспозиция, главная, основная экспозиция, посвященная подводным силам Черноморского флота. Где будут показаны, показаны, история и боевой путь подводников с 906 года, с прибытия первой подводной лодки на Черноморский флот и до сегодняшнего дня. Вот это, это, здесь по каналу ходят катера и, соответственно, люди имеют возможность пройти маршрутом подводной лодки, которая должна, значит, была пройти и выйти, погрузиться, уйти на боевые задания. Вот у нас, видите, стоит мультимедиа. Сюда проектируются фотографии, фотографии, значит, подводников, подводных лодок и фильмы здесь показывают. Вот когда проходит здесь, есть возможность более, так сказать, широко посмотреть на это. Получается, если в это вложить деньги, сделать это можно еще интереснее и разнообразнее? Конечно, конечно, конечно. С учетом того, что дальше надо развивать. Так, вот видите, вот здесь как раз показывают грунт, в скалах, в которой мы с вами находимся, над нами 126 метров и толщина бетона, как все это дело заливалось. Мы идем к выходу из канала. Мы идем к выходу из канала. То есть вот здесь выстраивались подводные лодки или 10 малых подводных лодок, или 7 средних подводных лодок. И потом, когда угрожаемый период проходил, подводные лодки, соответственно, должны были выйти в открытое море для выполнения постальных задач. Соответственно, у нас здесь была миноторпедная часть, и мы с вами вышли с ядерного арсенала, где, соответственно, надо было загрузить или ядерный боезапас, или обычный боезапас. Пополнить подводную лодку всеми необходимым довольствием, топливом, регенерацией, продовольствием и, соответственно, выйти на выполнение постальных задач. А дно канала тоже скала получается, да? Нет, это все бетоном залитая. Ну, раньше было? Да, было, да. То есть тут пробивали, все заливали, заливали. То есть такая капсула бетонная? Да, да, совершенно верно. Да, конечно. Вот, посмотрите, здесь мы уже поставили, люди могут познакомиться с макетами подводных лодок, с ее строением, строением подводной лодки, поотсечено, как она, подводная лодка, строятся. Макеты вот эти, да? Да, макеты подводных лодок. Вот одна, вот вторая подводная лодка. Вот здесь вот мы делаем сейчас, чтобы можно было, это вот места стояли, вот здесь стояла подводная лодка, видите, краны. Швартуются они здесь? Да, вот она, швартовка, вот она ошвартовывается здесь, а здесь было как раз топливо, вода, электричество, вот отсюда подавалось конкретно на подводную лодку. Ну, мы сейчас хотим это дело сымитировать, чтобы людям было понятно, видно, как это все происходило. А вот он, получается, выход из бухты. Ну, вот как раз выход, да, выход из канала, выход из самой бухты. Выход из моря, и вот туда лодка должна была погрузиться и уйти, соответственно, на глубину и уйти, выполнять задания боевые. Вот для того, чтобы сюда нас обвиняют, тем, что там люди, значит, гибель людей и так далее. Ну, вот вы можете убедиться, что мы своими силами, своими силами можем сделать. Вот мы натянули вот эту колючую проволоку и газу. Там он с помощью командования флота получили боновое заграждение, чтобы сюда они заходили. Потому что сюда и на катерах заходят, заходят сюда на этих лодочках каких-то, в плах, вот с этого прыгают, моста прыгают, пацаны в воду прыгают. Поэтому, конечно, обвинять можно во всем, во всем обвинять, но мы пишем в Балаклавскую администрацию, в полицию пишем о том, что дети прыгают, дети купаются на необорудованных местах. Что может привести к трагедии, но я выставить туда вахту не могу, сидеть там целый день я тоже не могу. Кроме надписи «Опасно для жизни», извините, вот, извините, больше, к сожалению, сделать ничего. Вот отсюда вид такой монументальный. Отсюда вид монументальный. Да, вид монументальный, действительно, здесь впечатляет. А вот я смотрю, у вас тут еще кое-что новое появилось. Да, мы, вот те небольшие деньги, которые нам выделяют, нам в этом году удалось сделать два таких уже, ну, более-менее современных стендера, посвященные береговому ракетному комплексу «Тес», объект 100, это под землей. Под землей, вот мы здесь показываем, установка, ракетная установка, вот два дивизиона, вот Балаклава, вот два дивизиона, где они были, мысоя. То, что рядом, да, получается? Да, 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 это рядом. Вот, и, соответственно, соответственно, эти пусковые противокорабельные установки с крылатыми ракетами находились под землей, по команде поднимались, вот, как здесь показано, и дальше пошел пуск ракеты. Вот, далее с полета ракеты, вот, они здесь показаны. Практически до Босфора. До всех дружеских стран. Да, да, вот, то есть заходит отряд боевых кораблей НАТО или каких-то других неприятелей, вот, и, соответственно, отсюда, вот как раз Балаклава, радиус уничтожения, он готов. Понимаете? Почти до Стамбула. Да, почти до Стамбула, совершенно верно. То есть мы это людям показываем. Это вот защищенный командный пункт Чарноморского флота, который строился в советское время. До 90-х годов это практически было 95% готовности. Вот таких два, в горе находились два таких здания. Ответствующие шахты вентиляции, два подхода, подходы, выходы здесь. Вот, здесь должно было размещаться командование, командование Чарноморского флота, и отсюда шло управление, должно было быть управление. Но, к сожалению, пришла Украина, все разворовало, все разградило, иногда, как говорится, и все закончилось. Это вот нам что удалось сделать в последнее время. То есть мы не сидим на месте, мы не стонем, мы не просим ни у кого ничего, мы просто работаем. Мы сами планируем себе работу, нам командование флота утверждает эту работу, и дальше мы, соответственно, в этом направлении работаем. Ну, а с депутатом-то все понятно, он, как бы, может быть, поверил и сделал запрос. А вот этот первоисточник, удалось найти, кто это? Да, его, конечно, удалось, его не надо было искать. Это известная личность, зовут его Иванов Валерий Борисович, это мой заместитель. Текущий? Прихватил с собой совсекретные документы, когда разваливался тут Черноморский флот и так далее, прибрал к рукам. И он их издал, сделал книжки по вот этим подземным фортификациям, перешел в Украину, переприсягнул. Соответственно, развил бурную деятельность в администрации городской работал, частный музей там организовывал, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, с одной стороны, человек занимался зарабатыванием денег. Вот, в итоге оказался здесь в музее, в украинский период, заместителем директора музея. И организовал, а он везде организовывает, где он есть, он организовывает доходные места. Вот, и организовал себе доходное место. Вот на этой площадке, на этой площадке поставил столы. Это вход? Да, вход под этим козыречком поставил, спала здесь, организовал торговлю книгами, значит, сувенирами, где торговала его жена. Вот, когда я пришел, задал вопрос, мне объяснили, что это все законно, что это вот налоговая инспекция, вот документы, частный предприниматель. Ну, как говорится, и флаг в руки, и работайте. В принципе, торговали книгами, и я, никаких претензий, книги, в общем-то, и о флоте, и о городе, история там и так далее, вопросов нет. Но потом стали люди задавать вопросы, люди стали жаловаться, пришла прокуратура, на каком основании. Потом выяснилось, что это, оказывается, надо запрашивать разрешение и подписывать договор Департамент имущественных отношений. На что, естественно, я попросил освободить площадку, освободить площадку. Ну, и, соответственно, как только потерялся доход, сразу все стало не так. Обиды. Обиды, все стало не так, что тут вот воруют, тут вот нет пожарной, и в итоге депутату запрос, закройте музей. И мне ничего, и вам тогда не. То есть, из-за точки бизнеса надо закрыть весь музей. Да, совершенно верно. То есть, не человек перестал получать копейку, а так, конечно, хорошо устроились, едут оба на работу, он ее высаживает, потом в обед сюда приходят, чай попил, покушали, вечером собрались, поехали домой. То есть, идет параллельно. Ну, плюс, естественно, используя свой административный ресурс, то в кассе книжки хранить, на что было строго указано убрать, потом в организаторской, потом у сторожей и так далее. То есть, вот это все... Да, конечно, конечно. А человек не понимал. Человек не понимал. То есть, для него это как-то было все, что я придираюсь, типа того, что... Супруге объяснило, идите, говорю, закон оформите. Это дорого, платить налоги, это дорого. Ну, дорого, извините, идите вон там в городе, садитесь, торгуйте. Что хотите, то и делайте. Ну, вот. Но... И вот, вот эта вот тенденциозность, притом, понаписывал, когда прокуратура стала заниматься, оказывается, половина всего того, что он написал, это должен был делать он. Должен был делать начальник хозяйственного отдела Орлов такой есть, который просто-напросто ничего не... То есть, он знал, о чем писал он по большому счету? Да, он знал, что писал, но он не знал, что он за это отвечает. Потому что своих функциональных обязанных человек не знал. Просидел 6 лет замдиректора и не понял, чем он должен заниматься. Я вот наукой занимаюсь. Я вот, да не наукой надо заниматься, надо заниматься налаживанием организации деятельности музея. То есть, помогать, а не вредить. Трудовой дисциплиной заниматься, вот, в коллективе. А не заниматься с клоками и заниматься всем остальным. Ну, вот, посмотрите, вот это то, что я принял в 2014 году. Я специально до 1 апреля 2014 года. Вот это Козырюк, который теперь нам, или он пытается поставить через депутата, поставить мне в вину. То есть, вот так было? Вот так было. Это здесь, над нами? Это над нами, да. Это вот такой Козырюк был фактически. Эти снимки, вот эта вот все, торчащая арматура, вот побитые, значит, эти опоры. Это вот это все было, понимаете? То есть, сейчас получается вот так? А вот сейчас стало так, потому что нашел я компанию, которая нам за мизерные деньги, за мизерные деньги, которые Флот выделил деньги, мы смогли вот этот все, Козырек этот весь переделать. Покрыть сверху покрытиями, никаких протечек, ничего нет, и обеспечить безопасность людей. Всем книгами-то не страшно было торговать под тем Козырюк? Когда доход шел, знаете, как говорится, деньги, они же на все, что угодно. Мы же знаем высказания Марса по поводу прибыли. Поэтому не писал, ничего не говорил, и жену не жалко было. А сейчас вот начал писать, что как же так, как же так, как же так. Ну, как же так, соответствующие органы разберутся, как же так. Что я могу сказать и всем нашим посетителям, и кто был, и кто собирается, вполне уверенно заявить о том, что у нас безопасно, у нас нет никакой радиации, у нас нет никакой там газов, никаких там, что можно заболеть там и так далее, и так далее. Значит, соответственно, да, действительно, ремонт требуется, действительно требуется определенное капиталовложение с тем, чтобы осовременник и музей стал 21 века музей. Я тоже это понимаю и к этому стремлюсь, но минимум безопасности он обеспечен. И то, что люди сегодня приходят, смотрят и радуются вместе с нами, мне это тоже очень приятно. Мы всех ждем, вот, депутата Госдумы я тоже приглашаю, вот, пусть товарищ Лысенко приедет, мы с ним пройдем, я ему все расскажу, покажу, и он сам увидит воочию, что здесь не какие-то, как он написал, там, преступно-халатные отношения. У нас нет ни преступников, ни людей, которые халатные. Есть они в лице Иванова, Орлова там и других. Есть, такие есть. Но, к сожалению, к сожалению, тут ничего не попишешь. Ну, я вам желаю удачи. Я надеюсь, что вы все эти невзгоды преодолеете, и музей зацветет, заживет новой жизнью, с новыми экспозициями, с огромным количеством туристов. Сейчас их с каждым годом все больше и больше. Пусть все у вас получится. Я думаю, встретимся еще, да, там, через какое-то... Спасибо. Что, чего мы достигли? Я думаю, моим зрителям будет очень интересно. Спасибо. Всего доброго. Друзья, ну, вот такие страсти кипят под землей. Я жду ваших комментариев. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал Капитан Крым. Всем пока. Из Балаклавы. Субтитры сделал DimaTorzok